Привет, друзья! Вы сейчас смотрите третье видео. Если вы не смотрели предыдущие два, обязательно посмотрите, ссылочка будет в описании. Я запускаю, напомню, что запускаю рекламу в Facebook, Instagram и показываю детально, шаг за шагом, что происходит, где ищу поставщиков, какие товары идут, что происходит вообще с рекламой. И сегодня я проснулся где-то в 10 утра и понял, что на почту мне пришло более 50 заявок. А я не нанимал никаких людей, у меня не было никого, мне приходится это все делать сейчас самому, потому достаточно сложно писать видео для вас. Но посмотрите, что было. Фух, ребятки! Так, ну кто-то отвечает, кто-то не отвечает. Мы сейчас с лидами работаем, поэтому здесь особо и нужен скрипт. Если ваши заявки приходят из Facebook на почту, нужно будет сделать фильтр, чтобы они не попадали в спам. Что-то я уже подустал. Но надо работать. Это заказы, если сегодня их не обработать, то, к сожалению, завтра они уже будут неактуальны. Всего за более чем час, наверное, где-то, ну, около того, я успел обзвонить более 40 человек. И там еще нападали заявки, поэтому я даже не знаю. Сложно обзванивать, особенно, когда давно этим не занимался. Поэтому, ребята, если кто-то из вас, вот сейчас, кто смотрит это видео, если среди вас есть те, кто хотел бы обрабатывать заявки, получать за это деньги, живые деньги, вот, раз в неделю, пожалуйста, пишите мне, напишите. Мне нужны люди в Казахстане, из России тоже, люди из Украины, тоже пишите мне, пожалуйста. Не знаю, видно ли здесь, вот, сейчас пришло, на данный момент, за этот день, 130 лидов. Потрачено 49-40. Я пытался обработать все заявки, но, к сожалению, это было достаточно сложно. За окном уже почти темнеет, я обработал практически все заявки за сегодня. И что могу сказать, давайте сделаем такой вывод всего, что произошло. Итак, потратилось почти 49 долларов, почти 50 долларов. Самая дешевая цена за заявку была 27 центов, и самое дорогое, доллары, были заявочки. Третий день пошло абсолютно все, все, что я запустил первый день. И это, кстати, тоже для вас такой вариант, что если вдруг вы запустили товар, а он первый день не пошел, не спешите выключать рекламу, она может пойти. Значит, Facebook нашел уже нужную необходимую аудиторию и начал оптимизировать под эту аудиторию. Ему нужно было просто время. Сегодня прекрасный день, 130 заявок, но, честно говоря, в одиночку такое не следует допускать, потому что очень сложно обрабатывать заявки. Ребята, кому нужна моя табличка, которую я разработал? Пожалуйста, переходите, под видео будет ссылочка, можете скачать себе шаблон. Что можно сказать по этим людям, которым я звонил? Часть из них, конечно, когда я им первый раз звонил, они не хотели общаться, говорили перезвоните, но специальным скриптом мне удалось добиться того, что подтверждаемость заявок стала 80%. Она стала чуть больше, чем была второй день, когда я запустил рекламу. Если вам понравилось это видео, если вы хотите следить дальше, наблюдайте за этим процессом полностью онлайн. Я буду выкладывать как можно чаще, постараюсь, хотя сегодня был такой тяжелый день. Дальше я расскажу о том, как я нашел поставщиков, как я их искал в Казахстане, в России, в Украине, какие площадки я использовал и что же будет дальше. Будет больше заказов, меньше заказов, удержится ли цена за лид и, конечно же, что за товар я использую. В следующих видео, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и будем с вами скоро зарабатывать хорошие деньги. До новых встреч, пока!